Продолжаем изучать Тору и познавать, вообще познавать, как работает мир и как улучшить свое в этом мире положение. Потому что, в принципе, все люди в мире хотят одного и того же. Все хотят, чтобы было хорошо. Вот любого спроси, ты что хочешь? Хочу, чтобы было хорошо. А как хорошо? Вот тут все расходятся. Из-за того, что каждый по-разному думает, что такое хорошо и что такое плохо, то из-за этого все разночтения. И мало этого, люди же еще заставляют друг друга верить в то, что хорошо и что плохо по-своему. Это очень серьезная вообще проблема. Но мы, так как мы изучили уже про злоязычие, мы изучили про злоязычие и надо фильтровать свой язык. Поэтому это не проблема. Это вообще не проблема. Это зона роста. Это зона для роста, это зона для изменений, это ситуация, в которой мы находимся. Но никак это не проблема. Потому что даже у Ника Вычича, у него нет рук и нет ног и нет проблем. Так какие же у нас могут быть проблемы? У нас вообще проблем нет. У нас ситуации и у нас с вами что? Зоны для роста, для развития. И мы пришли к 26-м вратам. Интересно, что я думаю, что это не зря. Да, 26 – это цифровое значение имени Всевышнего. 26 поколение было от Адама до Моисея. Маши Рабейну был 26-го поколение от сотворения мира. 26 – это числовое значение вот этого четырехбуквенного имени Всевышнего, которое складывается 2 по 13. 13 – числовое значение слова «любовь», Аава, 13. И 13 – числовое значение слова «эхад», 1. Вот все прямо идет по цифрам, да? И получается, врата раскаяния, сейчас мы изучаем, врата раскаяния, 26-е врата в этой книге. Я думаю, что, так как автор был явно такой человек непростой, а какой-то великий знаток открытой и скрытой Торы, да, Кабалы, и даже он не открыл свое имя специально, чтобы мы его не знали, но мы, значит, благословляем его, он там на небе, и он, значит, нам вот такую книжечку дал прекрасную. Теперь смотрите, что интересно. На иврите слово «раскаяние», оно пишется и читается «чува». То есть, дословно, «раскаяние» – это возвращение. Вот это очень важно понимать. Вот сейчас вот эта вот глава, она нам говорит о качестве раскаяния, да? Значит, Раби Леви говорит, велико раскаяние «чува», оно достигает Тесеякова, трона величия Всевышнего, как сказано, пророк Ошея. Ошея говорил, вернись, шува Исраэль, шува Исраэль, вернитесь, Израэль к Богу, да, ко Всевышнему. Как бы разберемся. Вот человек, который становится религиозным, у тебя, например, да, стал религиозным. Я был нерелигиозный, то есть я был маугли, воспитывался в Харькове, в Харьковский спортинтернат, значит, в 90-е годы родился в Советском Союзе, был пионером, очень маугли, конкретный. И потом я, когда мне было как раз 26 лет, вот тоже, ну, можно сказать, конечно, да, нет, все совпадение, все совпадение, вот только Дарвин не совпадение, вот Дарвин не совпадение, а все остальное совпадение. Так случайно все произошло, значит, случайно камешек стал амебой, амеба случайно стала, значит, обезьянкой, обезьянка случайно заговорила, все случайно, а вот Дарвин молодец. Это вообще такая логика удивительная. Водя в 26 лет, столкнулся с Торой, со Всевышним, узнал, как вообще, что оказывается, все известно. То есть это мне было все неизвестно, а все-то известно, то есть Всевышний пророкам все сообщил. И вот, значит, называется этот процесс не стать каким-то новым, а он называется вернуться к заводским установкам. Как есть в телефоне, в компьютере есть кнопочка вернуться к заводским установкам. То есть исходная предпосылка, почему называется раскаяние тшува, потому что есть душа в человеке. Человек состоит из тела животного, из интеллекта, это связь между животным телом и духовным душой, можно так сказать. Потому что мысли, они с одной стороны, они как бы все равно это нейронные сети, нейроны, 100 миллиардов нейронов и электрохимический импульс. То есть с другой стороны, как бы мысль это что? Разве это материальная штука? Это не материальная штука. Мысль это что-то, хотя оно проводится по каким-то нейронам, да, но по факту мысль это уже переход в духовное пространство. Теперь есть душа, которая вообще находится в духовном мире, которая соединяется душа со Всевышним. Душа это божественный свет. Теперь вернуться к раскаянию, это вернуться к своей душе. То есть это не стать новым каким-то, да, а это просто вернуться к заводским установкам. Теперь давайте, чтобы стало еще более понятно, потому что один, значит, один человек, он говорит, много мне вообще от жены надо разве? Чтобы была просто внимательная и любящая, он говорит. И все, мне же ничего больше не надо. А, заботливая и любящая, или внимательная и любящая, я не помню, он сказал. И я подумал, что за этими-то словами может скрываться вообще миллион-миллион подпараметров. Что значит заботливая, что значит любящая, что значит внимательная. Это для каждого это значит что-то свое. Поэтому мы сейчас разберемся, что такое вот эта вот шува, возврат к заводским установкам. Раскаяние это возврат к самой чистой части, которая человеку, возврат вот к этой своей духовной части, которая соединена со Всевышним. И всем полнейшего выздоровления, потому что если соединиться с этой духовной частью своей, то вот этот божественный свет, конечно, он может исцелить и тело. Потому что тело это все равно, это производная души, только более грубая, на более грубом уровне таком. Теперь, чтобы было всем полнейшее выздоровление, кто в нем нуждается, через соединение со Всевышним, как когда желают выздоровления на иврите, говорят, чтобы было выздоровление души и выздоровление тела. Потому что есть божественный свет, потом он уже уплотняется, это там разные уровни души. Потом этот нижний уровень души, это тот уровень души, который программа оживляет, вот это вот мясо, кости, нервы. То есть есть такая, как его называют в восточных каких-то традициях, какое-то эфирное тело, там еще какое-то тело, зефирное тело. По факту это называется животная душа человека, которая оживляет его животное тело. И которая прикреплена к духу, внутри как-то они прикрепляются, да, какой-то программой. Который дух прикреплен к Нешама, к божественной душе. А интеллект это он просто программный такой набор программ, в которых у человека есть самоосознание. Этот интеллект он управляет и телом. И если человек удостоится через вторую заповедь, интеллект может его присоединить к его же душе. И тогда его самоосознание, как ракета-носитель, тело в течение жизни, это как ракета, которая выносит интеллект человека, его самоосознание на духовную армиту. И если человек этим задумался, этим занимался в течение жизни, то его интеллектуальная вот эта личность, его эго, оно набралось силы. И оно, знаете как, отбрасывается тело потом и человек взлетает, как катапультируется в духовный мир. А у кого, значит, кто обезьяна, ну верил в то, что он обезьяна, то он как бы и стремится в землю. Как говорил царь Самун, что душа человека поднимается вверх, а душа животного, оно опускается в землю. Все. Говорит, значит, Талмуд в трактате Йома, если кто хочет проверить, Йома, 86 лист. Говорит, он рассказывает историю, как Мошера Бену, это метафора, да, такая, как он поднимался на небо, когда он получал Тору, то он был 40 дней на горе Синаи, без еды, без воды. То есть, он отключился от материального мира, и он, значит, подключился к духовному миру. Приемник такой, да, Wi-Fi. И он, значит, принимал вот этот духовный свет. И он все выше-выше поднимался туда, под духовным миром. И написано, он поднимался, там, ангела первого уровня, они прославляли, ну, там, и так далее. В общем, поднимались, поднимались. И в итоге он достигает места, которое называется Трон Всевышнего. Опять же, как объяснить нам, что там было что-то, что было что-то. Ну, как объяснить, что там было что-то, потому что Всевышний непостижимый. Его вот эта вся система, вот как описать, значит, человеку, который никогда не видел, например, компьютера, никогда не видел, вообще не знает ни про компьютер, ни про электричество, ни про, вообще, вот представьте, мы берем древнего человека. Ему пытаемся объяснить, как работает iPhone, телефон. Вот объясни ему, как он работает. Вот как ты ему на его языке, древний такой человек, ты ему объяснишь про компьютер. Вот ты ему что скажешь. И вот тут как раз придется взять и всем нам понятные термины, что мы уже понимаем. Компьютер, программа, операционная система, там, интернет. Придется ему объяснять, что летают по воздуху слова. Он сказал, как они летают. Ну, как тебе объяснить, как они летают. Вот как птицы летают, знаешь? Он говорит, как птицы знают. Как комары летают, знаешь? Знаю. Вот так же летают слова. Фильмы по воздуху летают. Какие фильмы? Ну, как фильмы? Ну, как тебе объяснить? Вот так бы мы и объясняли бы ему про компьютеры, про фильмы, которые мы смотрим, например, и так далее. Как ты ему объяснишь? То есть нарисованный на пещере сон летает по воздуху, как летают комары. И прилетают в коробку, которая такая коробка. Ну, как тебе объяснить ему? Он не знает, что такое коробка. У них не было коробок. Ты ему объясняешь. Ну, как коробка? Ну, как коробка? Кокос. Знаешь? Кокос знаю. Квадратный кокос. И прилетают, значит, в квадратный кокос эти самые наскальные рисунки, как комары, нарисованные на это. Он говорит, ну, понял теперь, что такое интернет. Понял я, что такое, значит, компьютер. Фильмы ваши. Все понял, значит, сны, нарисованные на скале, летают, как комары, залетают в квадратный кокос. Все, так и запишем. Понятно, да? Значит, поэтому, когда здесь в Талмуде, в Аглонском Талмуде, рассказывается, как Машарабейну поднимался на духовные уровни, когда появляется, поднимался он, то описывалось то место, на которое, которое вот центр управления. Мы сегодня сказали, главный бункер, центр управления полетами, там, как центр НАСА, там. Я не знаю, как бы мы это описали. Машарабейну и Талмуд описывал это, как трон Кисеяковод, трон ричия. Раби Акива, там, в Талмуде, он объясняет вот это вот описание Машарабейну, и он говорит, семь вещей были сотворены, квадратный мой кокос не выдержал. Один квадратный кокос, который называется телефон, да, он не выдержал, значит, летящих наскальных рисунках, в которых рассказывается про Раби Акиву. И он отключился. Вот, надеюсь, это Фейсбук. Все, мы сейчас собираем на студию, прямо конкретно мы решили, чтобы уже уроки проводили со студии. Со студии, поэтому подключайтесь, нам нужно оборудовать студию, целую студию, для хороших уроков, чтобы ничего уже не отключалось, чтобы все было записано. Мне, правда, придется ездить тогда из дома утром в офис, чтобы проводить уроки. Но чего не сделаешь? Придется ездить тогда. Буду потом говорить, что все-таки, чем сложнее выполнять заповеди, тем больше за нее награды. Хорошо, Раби Акива говорил так. Семь вещей были сотворены до сотворения мира. То есть, есть мироздание, то, в котором, как мы привыкли, мироздание, в котором мы живем. Было семь вещей, которые были сотворены до этого. Что это? Тора. Значит, Тора, как мы знаем, это программный код мира. Это как бы, вот как фильм, например, или там компьютерная игра даже лучше. Вот объяснение, кто умеет играть в компьютерные игры или когда-то играл. Или кто не играл никогда, поиграйте в какую-то современную игру, чтобы понять, как устроен мир. Значит, ты входишь в целый мир из уровней игры, с автоматами, выбираешь оружие. На тебя драконы летят, там какие-то машины ездят. Ну, то есть, и полное ощущение, что ты находишься в реальности. Только эту реальность построили создатели этой игры. Если ты спросишь создателей игры, ребята, а как вы игру создавали? Создатели игры вам скажут, вначале у нас была идея игры. Мы вначале эту игру придумали. Сидели мы, значит, курили траву и придумали игру. И вот мы, когда ее придумали, эту игру, потом мы нарисовали какую-то схему на листочке. Значит, нарисовали схему на листочке и отдали это каким-то там первичным, первым, называется это архитектором. И этот архитектор, он примерно нарисовал дальше какую-то архитектуру этой игры. Потом эту архитектуру отдали программистам, и программисты начали писать куски кода, дизайнеры рисовать там дизайн и так далее. И в итоге создали целый мир. Эта игра, это целый мир. Но в начале игры была вот эта вот на листике, если их спросить, они заработали миллиард долларов на этой игре. А их спросить, скажите, с чего все начиналось, они покажут листик, скажут, вот на этом листике, видите, это как бы вот эта вот первичная идея этой игры. Так вот, Тора, она была до мира, это была идея Всевышнего о этом мире. И потом Тора, вот этот вот программный код, он был как бы сжат, ведь этот листик же тоже можно оцифровать. И потом можно этот листик дать искусственному интеллекту, он сделает из него там целую, что хочешь он сделает из него. Поэтому Всевышний потом Тору, он в виде пятикнижия, в виде свитка Торы, в виде устной Торы, в виде Талмуда, в виде наших уроков. Это все Тора, в которой мы описываем то, что было до мира. Ту идею, которую заложил Всевышний в этот мир. Значит, Тора была до мира сотворена. Чува, значит, раскаяние, возвращение. Вот этот механизм возвращения, он был сотворен до того, как появились люди. Почему? Всевышний дал человеку в этом мире, в этой компьютерной своей игре, он дал человеку доступ быть тоже Творцом. То есть он себя как бы, если так можно сказать, убрал из некого маленького пространства. И говорит, вот человек это по образу меня, по образу Бога. Он тоже Творец. Он может игры придумывать, фильмы придумывать. Он может открытие Олимпиады придумывать, Олимпиаду придумывать. Олимпиаду, что же кто-то придумал. То есть я отдаю человеку возможность придумывать. Он Творец-придумщик в рамках дозволенного. Потому что в компьютерной игре ты тоже выбираешь в рамках дозволенных вариантов. То есть мне кажется, что у тебя вариантов много. А вариантов у тебя немного. Сколько тебе дал создатель игры в вариантов, столько и есть. То же самое человеку. И если человек ошибается, то Всевышний заранее дал механизм, как вернуться на шаг назад. Этот механизм называется Чува. То есть механизм ошибки называется грех. Механизм возврата называется Чува. Возвращение. Тора это план игры. Чува это возможность возвращения на шаг назад. Ганеден. Ганеден это вот все время Демир Партнер желает нам оказаться в Ганедене. Ганеден это приз. В компьютерной игре зачем люди играют? Миллиард людей в мире играют в компьютерные игры, платят деньги. Это огромная индустрия, которая невероятная. Почему? Они получают наслаждение. Они получают наслаждение, продвигаясь от уровня к уровню. Они кайфуют. Они просто могут целыми днями лежать и кайфовать. Или сидеть и кайфовать. Или просто с телефоном они кайфуют. То есть они находятся, это называется игра. То есть им интересно. И они движутся к уровню, на который у них есть кайф. И вот здесь Всевышний создал этот уровень Ганеден. Это выигрыш. Туда, куда душа стремится. Человек стремится. Если он правильно прошел этот уровень игры, оп, он попадает в Ганеден. Геном это обратно, то есть в этом мире все двойственно. Поэтому как есть удовольствие от компьютерной игры, так и есть страдания от компьютерной игры. Человек, который целый день проиграл в компьютерную игру, как-то царь Давид, он спросил у Всевышнего, говорит, зачем сумасшедшие? Он говорит, я все понимаю, сумасшедшие зачем? Всевышний ответил царю Давиду, поэтому я не удивляюсь. Я уже ответ знаю, зачем сумасшедшие, но они есть. Есть они, да. Хорошо. Теперь дальше. Геном. Геном это место, в котором обратно от Ганедена. То есть Ганеден рай. Это Ган, это сад. Эден это райский, да. Райский сад. Это место позитивное. Геном это место, очень самое негативное место. Поэтому все в этом мире есть удовольствие, есть страдания, есть любовь, есть ненависть, есть день, есть ночь, есть зло, добро. То есть двойственно. Поэтому Геном это место самого такого вот негатива, да. Оно было тоже создано до сотворения мира. Кисе Аковод. Вот этот вот трон Всевышнего, это другими словами, Бог творец, он непостижим. Теперь ему нужно было для того, чтобы мы могли вообще о нем говорить, ему нужно было от себя полностью каким-то образом сжать в сжатый файл, чтобы не разорвать этот мир. Это как солнце, например, да. Солнце, если взять так для примера, на солнце температура какая-то там нереальная. Там постоянно идут взрывы вот этой вот лавы, там, ну, просто там, ну, невозможно. То есть это даже человеку представить невозможно, сколько там взрывов, энергии, тепла непостижимо. Теперь, ну, вот этот свет солнца, он и уходит от солнца, и достигая земли, он нас греет, он нас питает, он дает нам энергию, электроэнергию можно через солнечные батареи делать, да. То есть солнечный свет преобразованный уже через атмосферу земли, потом он все равно доходит, если человек, например, может сгореть, да, значит, можно еще чуть-чуть защититься каким-то от солнца, да, вот этой вот мазью. То есть Всевышний, он, вот это вот понятие трон Всевышнего, это все уровни его сжатия, чтобы он мог, он же сам, преобразовав себя, превратился во все мироздание. Но только он внутри, например, урана того же, да, или атома, ну, вот атомный взрыв, как происходит. Лежит что-то в земле, какая-то штука, лежит и лежит, лежит и лежит. Потом люди, значит, взяли вот эти физики, эту штуку, там они ее как-то похимичили с ней, да, она бах, взрывается, атомная бомба. Они, ну, ничего себе, да, лежала в земле, лежала, не взрывалась, а они взяли, похимичили атомный взрыв. А давай атомный взрыв, значит, мы в реактор засунем. То есть мы сделаем так, чтобы он по чуть-чуть взрывался там, реактор не разорвал, а мы ему дадим кусочек выхода и будем потом к нему прикрутим какую-то еще хрень и будем светом этого атомного взрыва, атомная электростанция, города освещать. Давай, хорошая идея, знаешь, придумали, там что-то они нахимичили тоже, настроили. Оп, атомная электростанция. То есть, а раньше-то этот уран лежал же в земле, никто его не трогал, он миллион, там, тысячи лет лежал, да, никто его не трогал, он не взрывался. Вот то же самое, вот этот вот трон Всевышнего, это такой передаточный механизм, в котором Всевышний, он как бы из себя сделал атомный реактор для того, чтобы мироздание не взорвалось и могло существовать. Он себя преобразовал через этот трон Всевышнего, чтобы вот эта энергия в маленьком луче, душа вошла в каждого человека. Дальше, на земле он сделал храм, это тоже была шестая вещь, которая была создана до сотворения мира. Это тот элемент, где Всевышний в этом мире проявлялся больше всего. Это был Иерусалимский храм, который построил царь Соломон. До этого Машера Бену спустился скрижалями. Скрижали, это была центральная, вот этот вот, знаете как, в фильмах все время ищут какой-то, в фантастических фильмах ищут какой-то вот главный какой-то, там, я не знаю, не таблетку, а главный чип, да, главный чип. Вот у кого это чип, то все, это он, значит, хозяин мира. Так вот, вот эти вот скрижали, которые Машера Бену спустился с десятью заповедями, это и был главный чип мироздания, в котором Всевышний, значит, этот главный чип мироздания, он и был в храме. Потом царь Соломон построил храм, когда он сразу же предусмотрел, что есть подземный храм. И вся вот эта вот сейчас возня вокруг Израиля, мусульмане, храмовая гора, христиане, тамплиеры и так далее, вся эта была борьба за вот этот чип. Кто, значит, на этой горе, он как бы закрепился, внутри этой горы спрятан вот этот вот чип. И вся война идет за него. Кто, значит, ближе к этому чипу, тот ближе к Богу. Кто ближе к Богу, у того больше влияния на мир. И последняя, седьмая вещь, которая была сотворена до сотворения мира, это имя Машеха. То есть это будет тот человек, в котором будет отражена вот эта вот божественная энергия, которая выйдет и скажет, все, эпоха зарабатывания награды закончилась, начинается эпоха новая. И объявят о том, что третий храм, значит, спускается, начинается новая эпоха. Все, значит, дальше мы узнаем, что было дальше. Почему же именно эти семь, спрашивает Талмуд. Талмуд, он ничего, он нет такого, что Раби Акива что-то сказал, ему не задали вопрос. Талмуд задает ему вопрос, а почему именно эти семь? Почему? И дальше идет ответ, но ответ мы узнаем завтра. Все, дорогие друзья, заслугу того, что Тору поучили, чтобы Всевышний дал нам благословения в духовном, в материальном, в здоровье, в энергии. То есть те, кто хотят служить Всевышнему по-настоящему, те, кто хотят, чтобы было все у них хорошо, те, кто хотят знать по-настоящему, что такое хорошо и что такое плохо, не из пионеров там, не от Дарвина, а от Машера Бену, который поднялся на небо. Значит, всех ждем завтра на уроке. Все, кто поддерживает роль Торова и Экра, друзья, партнеры, спонсоры, всем огромного благословения, чтобы Всевышний дал вам много ресурсов, чтобы вы могли дальше помогать. И чтобы мы вышли на миллион часов уроков Торы, чтобы свет Торы осветил всех. Пожалуйста, если вы можете присоединяйтесь, помогать урокам Торы, чтобы больше людей их увидели. Приглашайте, делитесь, приходите. Напишите свои вы в комментарии, напишите свои инсайты. Очень важно, вот я уверен, что у вас были сегодня какие-то глубочайшие инсайты. Пожалуйста, запишите их в комментариях, поделитесь с другими людьми, расскажите. Завтра узнаем, что вообще, почему именно эти семь были сотворены до мира, эти семь вещей. Все, до завтра. Спасибо всем большое.